Во времена наших предков это ремесло считали чуть ли не священным, был даже свой профессиональный бог. Речь идет о кузнецах. В наше время их осталось довольно мало, а специалистов высокого уровня, в которых, в руках которых железо буквально оживает по всей стране, единицы. И все они приехали в Кабардино-Балкарию на своеобразный слет. Гостей из Ставрополя, Карачаева, Черкесии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Москвы под своей крышей собрал житель Белой речки, известный мастер-оружейник Хамзат Батчиев. Наталья Булат продолжит. К нему ходят за советом, золотыми величают не только его руки, но и душу. Таких кузнецов, как Хамзат Батчиев, в России только шестеро, но он скромно улыбается. Говорит, профессионал занимается своим делом и никогда не завидует коллегам. Потому и гостей из соседних республик Хамзат принимает с радостью, охотно делится и секретами оружейного мастерства. Крикетная сталь, это значит из трех видов донарской стали варится один. Там идет перекрутка, закрутка. Когда стихает стук на ковальне, гости признаются. К Батчиеву приехали поучиться. Для одних изготовление ножей – это главное занятие в жизни. Для других – хобби. А кто-то приехал просто посмотреть. Не каждому выпадает возможность увидеть, как работают настоящие кузнечных дел мастера. Как считалось в древние времена? Человек без ножа – раб. То есть свободный человек обязательно должен быть. Маленький ребенок, у всех были ножи. Но, к сожалению, сейчас немножко все изменилось. Но мы пытаемся переменить общественное мнение, убедить, что нож – это не оружие, а просто предмет обихода, необходимый каждому человеку. Этот слет кузнечных дел мастеров уже восьмой по счету. Оружейники собираются каждые полгода. Места для встреч выбирают всякий раз разные. Особых требований к организации не предъявляют. Говорят, главное, чтобы кузница была. Наталья Булат, Аслан Хандоха, Вести, Кабардино-Балкария.